Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, друзья! Что-то еще для ассортимента приобретаете и продаете? Мы продаем оптам, ритейлерам, которые затем торгуют в торговых площадях нашими товарами. Мы крупные оптовые производители. Своих монобрендовых магазинов у вас нет? Нет. Вы торгуете через розничную торговлю? Да, ну, в общем, много раз рассматривался этот вопрос, но все-таки мы считаем, что на сегодняшний день рынок идет к более узкой специализации. Да, сейчас это не предмет для обсуждения, просто чтобы было понимание там, да? Так, и еще тогда один уточняющий вопрос. То есть ваши покупатели – это мамы, семьи, папы или дети? Вот какая категория? От нуля дней. Ну, а ребенок же сам не покупает, да? Совершенно верно. Поэтому у нас такая очень двойственная аудитория. Дети – это наши потребители, а покупатели – это родители. Если речь идет об услугах, то в данном случае уже могут быть не только мамы, но и папы. А для таких малышей чаще все-таки мамочки покупают. И до какого возраста детские товары? У нас очень широкий ассортимент. То есть мы выпускаем как товары для самых маленьких до трех лет, так и, например, наша одежда уже подросла до 12 лет. Ну, такая самая массовая наша категория – это от нуля и до восьми. Вот это вот наш любимый возраст. По вашей оценке, с какого момента ребенок начинает явным образом влиять на поведение родителей, на покупку? Да, то есть, ну, не явно, но он влияет всегда. То есть, если ему некомфортно, он плачет там, да? Значит, а явно он говорит «мама, купи», там, да, «хочу». Да, вот с какого примерно возраста? Он тоже становится как бы вот… Вот все раньше и раньше. Ну, на ноль мы еще не замахиваемся, но вообще вопрос серьезный, и он действительно для нас имеет значение. Мы это анализируем, изучаем, и не только мы. Есть глобальные исследования, в частности, ГФК «Русь» в прошлом году делала массовое международное исследование, и в том числе на территории России потрясающе интересные результаты. Дети прямым образом влияют на приобретение взрослых, причем не только на покупки, адресованные им самим, но и на семейные покупки. То есть, современный ребенок настолько изменился, он такой другой, он во многих вещах разбирается лучше, чем папа и мама. Скажите, а каким образом вы влияете, каким образом вы именно на эту аудиторию работаете, детскую? Потому что она очень такая непростая. Да, у нас вообще целевая аудитория двойная. То есть, у нас же и родители, и дети. Даже, наверное, тройная. Вот сейчас тогда мы будем про это говорить. Да, еще ритейлеры тоже наши. У вас первая аудитория. Не первая по значимости, просто их три. Первая – это сами дети, которые, начиная с какого-то возраста, либо говорят явно маме «хочу вот это», уже с двух лет, как только начинают говорить, сразу уже начинают что-то хотеть. Либо неявно, например, семья покупает автомобиль, а ребенок, которого привели за ручку, который вообще там малявка, говорит «не хочу красный, хочу желтый». И бац, покупают желтый автомобиль. Или этот страшный, а этот не нравится. И бац, ребенок повлиял на автомобиль. Даже бывает так. Это даже глубже, потому что они действительно лучше разбираются, например, в гаджетах, чем взрослые. Сейчас мы про это поговорим. Вторая аудитория – это взрослые родители, которые что-то покупают для себя, для детей. И третья категория – это ритейлеры, потому что своих монобрендовых магазинов у вас нет, мы это уточнили. Соответственно, вам нужно еще убедить розничную торговлю, чтобы она выделила место, взяла товары. Нам надо попасть на полку, конечно. Да, попасть на полку. Тоже выдержать конкуренцию с другими поставщиками и производителями. И еще в этой полке тоже там как-то все это организовать. Правильно разместить. Да, но это отдельный вопрос. Итак, три аудитории. Вот с любой можно начать. С какой? Давайте с детей. Давайте с детей. И очень интересно. На самом деле, все-таки, для того, чтобы попасть в сердце ребенка, надо сначала завоевать сердце его мамы. То есть, когда речь идет о таком малыше, вот он там вчера появился на свет, и маме нужно очень много всего для того, чтобы его нормально там растить, воспитывать. Поэтому мы все-таки хотим, чтобы нас в первую очередь полюбила мама. Это наша вот такая вот... Ну, это и логично, и по демографической вот этой тоже линейке, да, потому что если мама уже товары с вашими брендами полюбит, то когда ребенок подрастет, начнет сам хотеть, уже тоже он будет окружен определенными вещами там, да, и как-то его вкус будет формироваться. Да, это так, но я просто сразу такой розовый флёр ликвидировала бы здесь и сказала бы, что с современной мамой работать очень трудно. И приходится полностью, пожалуй, отказываться. Но требовательный покупатель. Даже не поэтому. Мы же с вами говорим о коммуникациях, там, о паблик релейшн, о, не знаю, о технологиях. Так вот, вчерашние технологии сегодня уже практически не работают. Понимаете, и мамы. Вот мамы – это же все, да? Ну, да, кроме меня, да. Да, то есть все женщины, они либо мамы, либо бабушки, либо чьи-то, там, не знаю, дочери. В основном всё-таки мама ваша аудитория. Ну, вот я посмотрела исследование журнала «Лиза» буквально на днях. Тиражный, хороший, уважаемый журнал для семей, для родителей. Их читает примерно 8-10% мужчин. То есть, ну, с этим… Ну как, ну он просматривает, ну чушь он там прям читает. Наверное, я не думаю, что он сам его покупает как сознательный выбор, но когда жена принесла домой этот журнал, конечно, он его… Наступит рано или поздно момент, когда папа тоже включится в покупки для ребёнка, но мужчины у нас очень своеобразные, да. То есть ему самому, чтобы захотелось поиграть, вот тогда он начнёт покупать какие-то игрушки. Когда придёт время самолётиков, машинок, так сказать. Да, вот тогда он с увлечением. И, собственно, и девочкам тоже покупают, но тогда, когда она уже с ним будет беседовать об этих покупках, то есть папе тоже нужна игра. Возвращаясь к коммуникациям, что вот они воспринимают рациональные мотивы, да, например, цена, качество, так сказать, или эмоциональный какие-то дизайн, отношения с продавцом, с брендом? Пожалуй, всё, но здесь есть очень чёткие и ясные тренды. Вот родителям и детям требуется всё-таки разное. Мы просматриваем специальные исследования, медиа предпочтения наших мам, смотрим, что они читают, и, кроме этого, смотрим ещё, что они выделяют как главное в продукции. То есть очень разные аналитические обзоры смотрим. И мы обнаружили, что, ну, во-первых, если говорить о коммуникациях, то мамы постепенно уходят в интернет, но, правда, это касается больше крупных городов. Да, ну это, в общем, очевидно, да. А если говорить о том, что мамы предпочитают, считают обязательным в детских товарах, то на первое место, пожалуй, выходит безопасность. Некоторое время назад это была цена. Сейчас, пожалуй, иерархия изменилась, и родители в первую очередь хотят, чтобы товары для детей были безопасными, чтобы они были развивающими эти товары, чтобы они несли некие дополнительные, какие-то правильные такие нагрузки. То есть такие становятся очень компетентными покупателями, глубокими. То есть не просто вот купил там что-то, коляску и всё. Да, то есть вообще вот отношение к товарам изменилось. То есть если это одежда, то мамы уже не хотят, чтобы это было просто тепло и удобно. Они хотят, чтобы это было ещё так модно, красиво, да, чтобы это было из каких-то дышащих натуральных тканей. Если речь идёт о книжке, то они уже хотят, чтобы это была аудиокнижка, чтобы к ней там диск был приложен. Если это игрушка, чтобы она параллельно учила ребёнка каким-то новым знаниям о мире, там, не знаю, какие-то ему дополнительные сведения сообщала, а не просто его развлекала. Как всё сложно, да? Раньше у ребёнка были кубики, там, чурочки деревянные, да, и он сам себе фантазировал, что хотел. А ребёнок на безопасность, если честно, внимания не обращает вообще. Ну да. То есть в их вот этой иерархии ценностей... Пока ещё не входит, да. Да, то есть им это безразлично. Им скорее вот эта игровая, развлекательная функция фан. Эмоционал такой. Да, да, да. То есть им хоть... Ну и кроме того, это ещё должно быть модно. То есть дети, они очень смотрят... А у них своя какая-то мода, да? Они же там общаются как-то, причём... Или это детский сад, или они уже очень рано компьютером подключаются. Да, да. Даже у самых маленьких. Они обращают внимание на то, что есть у других ребятишек. Им тоже хочется такого. То есть это очень... То есть это самостоятельная комьюнити, со своими транссеттерами. Совершенно верно. У них есть свои приоритеты, своя мода, свои ориентиры. И они очень ориентируются не на взрослых, а именно на сверстников. Ну и кроме того, они ещё любят, например, коллекционировать. Вот есть очень много особенностей детей, которые... Это всегда было. Да. Коллекционировали то, что было. Были фантики, коллекционировали фантики. Были марки, коллекционировали марки. Наши родители когда-то фотографии артистов коллекционировали. Ну, уже что-то другое. Как это? Меняются вещи, да? Но смысл собирания чего-то, он всё равно остаётся. Поколение детей Икс коллекционировало покемонов. Сейчас мы думаем, что... Да, я хотела спросить, а вы каким пользуетесь инструментарием, чтобы вот эту информацию получить? Какие-то фокус-группы проводите, исследования? Ну, во-первых, мы сотрудничаем с хорошо известными на рынке исследовательскими компаниями. Я вот уже сослалась. ГФК «Русь». Ну да, крупные исследователи. Да, там «Комкон». Вот «Комкон» – наш постоянный партнёр. Это те, кто... Смотрите, ребят, давайте так. Значит, мы про аудиторию более-менее поняли. Да, вот здесь, правда, пока ещё не говорили про аудиторию ритейлеров, но, может быть, мы к ней перейдём сейчас логично. Тогда давайте так. Про инструменты доведения своих ценностей. То есть, вот там ты уже рассказал, да, что это безопасность, что это там дизайн, что это там развитие и прочее-прочее. Есть пути стандартные. Это там рекламирование, да. Вот как оно сейчас поживает, да. А эффективно ли это доводить через стандартные классические приёмы, то есть рекламу на телевидении, в детской прессе, там, которые читают мамы те же самые, да, куча журналов для родителей, сайты, или нужно какой-то вот контент доносить там, да, или что-то нужно, ну, не знаю, там, вот что, да. Какие инструменты сейчас работают в этой целевой аудитории? Моя позиция такая. Вот моё, скажем, если вспомнить, там, выборное прошлое, мы все проходили там через политический пиар, я помню, раньше приезжаешь куда-то на территорию, и говорят, ну-ка, давай сделай что-нибудь, чтобы мы тут порвали этот город. А я всегда говорила, нет, ребята, есть набор классический, джентльменский ходов, который обязательно надо выполнить. И тогда 99% что мы выиграем? А вот когда мы это сделаем, и останется 1%, вот тогда мы будем делать нечто, что, может быть, позволит нам порвать этот город. Что это за инструменты классические? Ну, вот я считаю, что в первую очередь инструменты могут быть разными. Но вот задача ставится одна. Это надо постоянно подбрасывать дровишек в этот костёр интереса к собственной компании. То есть, каким образом я доношу информацию, это даже не очень важно. А вот очень важно, чтобы это было постоянно. То есть, вот должен быть вот этот ручеёк сведений, он должен течь регулярно. Регулярно. Я тебя остановлю и хочу зафиксировать эту мысль, потому что она очень такая, знаете как, при всей своей кажущейся очевидности, отнюдь нетривиально. Вот есть такое правило, про которое, ну, мы видим это, огромное количество компаний регулярно всегда забывают и нарушают. Пусть рекламные сообщения, которые, может быть, там менее эффективны, чем другое, но зато выходят регулярно, там, из раза в разы, из дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год, в конечном итоге завоюют больше потребителей. То есть, планомерность, последовательность, планомерность и непрерывность рекламной кампании, это, конечно, очень важно. Это вот мысль прям целая. Так. Это, конечно, это концептуальное такое. То есть, реклама, которая яркая, но меняется всё время, она проиграет рекламе, может быть, менее яркой, но которая идёт постоянно. Поэтому про последовательность нельзя забывать. Я всё равно забуду, если оно не будет повторяться. Повторение – это очень важно в данном случае. Формулировку «информационный поток» придумала не я, это формулировка моего учителя, и, слава богу, теперь уже давно друга, Александра Чумикова. То есть, это то, что все, кто изучал классический пиар, хорошо знают. Есть ли какие-то, ну вот вы сказали, классические инструменты, тем не менее, есть ли какие-то прорывные технологии, те самые, какие-то фишки, которые работают сейчас лучше, чем другие? Ну, либо выбор определённого медиа, либо выбор какого-то определённого подхода, что сейчас лучше всего работает? Но ответить на этот вопрос я попрошу чуть позже. А сейчас, дорогие друзья, посмотрите рекламу. Дорогие друзья, снова здравствуйте. Мы продолжаем программу продвижения реклама. И ведут её Василий Богданов и Алёна Арзамасцева. Ещё раз здравствуйте. Мы к вам вернулись. У нас в гостях Наталья Орлова. Напоминаю вам, директор по информационной политике и коммуникациям группы компании «Мир детства». Да, ещё раз, Наталья, привет. Ещё раз привет. Да, мы остановились перед рекламой на вопросе, при всех классических инструментах, есть ли какие-то фишки, технологии, приёмы, медиа, которые работают лучше, чем другие, которые вы нашли? А они сейчас необходимы, потому что классические инструменты стали работать хуже. Ну, классические, давайте напомним нашим телезрителям, всё-таки что это там, да? Это реклама в детских журналах, в родительских, спонсировании детских передач, родительских передач. Ну, в общем, вот это стандартный джентльменский набор. Всё, что всегда использовалось на нашем рынке, что там уже не один десяток лет. Но, в конце концов, не знаю, если вы каждый день едите мясо, рано или поздно оно вам надоест, и вам захочется съесть мармеладо. Может быть, да. Да, и поэтому в любом случае, кроме классических инструментов, надо пользоваться чем-то ещё. Вот, давайте. И мы, более того, вообще в отрасли наблюдается своеобразный кризис сейчас. То есть я бы сказала, что… Кризис идей? — Наверное, как раз инструментов. — Ага, инструментов. — Ну, то есть вот я посмотрю, какие сейчас есть, не знаю, яркие проекты в моей коммуникационной сфере. Ну, я вижу, что, например, наши партнёры, друзья и конкуренты компании «Гулливер», например, начали в торговых центрах открывать коробки со своим товаром, чтобы дети могли его потрогать, попробовать, что называется, на зубок, унести в кармане. — Как это называется? Дегустация? Или как? Сэмплик? Раздачный? — Да, взять и продегустировать, не знаю, коробку с оловянами солдатиками, если это можно назвать дегустацией. Да, да. То есть, ну, такие ходы появились, но мне кажется, что наша проблема в другом. Есть некое, не знаю, такое снобийское высокомерное отношение к нашей отрасли, и проявляется оно отнюдь не только, не знаю, у бизнесменов, которые занимаются газом и нефтью. Да, да. Это проявляется, в частности, например, у ваших коллег, у журналистов, или, ну, не знаю, там даже в крупных торговых сетях, где мы хотим быть представлены. Ну, а попробуйте о новинках, не знаю, там, в секторе СОСОК разместить информацию в российской газете, да? Хотя, вроде бы, все являются там родителями и потребителями этой продукции. То есть, нам для того, чтобы... А родительские СМИ в период кризиса, ну, в общем, существенно потеряли в рекламных объемах, и часть журналов даже закрылась родительских. Более того, телевидение, для вас уж я точно не открою никакого секрета, объем... Не жалуют детские передачи, да. Количество детских передач примерно вдвое за последние четыре года сократилось. Это тоже связано с ограничениями по рекламе адресованной детской аудитории. То есть, это нам все очень понятно, но становится ясно, что? Что нам, ну, во-первых, развернутый пресс-релиз, это вообще анахронизм, его никто уже давно не читает, да? Кстати, можно я все-таки остановлюсь здесь? Вот эта мысль, она меня гложет, да? Ну, мы маленькое отвлечение сделаем от основной темы нашего разговора. Я не собьюсь. Да, что все-таки это очень грустно, да? Хотели как лучше получилось, как всегда. То есть, вроде бы, не будем давать детям много рекламы, ограничили рекламу, но законы рынка не изменить. Если ты не заместил доходы, ну, просто лишили детей детских передач, и дети ушли в интернет, то есть, вот-вот и все, там, да? И там потребляют, что хотят. Да, мы же делаем анализ, и, скажем, нам очень интересны образовательные детские передачи, а их количество значительно сократилось. Это очень грустная тенденция, связанная именно с законами рынка. Потому что телевидение такой же рынок. Ну, конечно, да. Ну, ладно, вернемся. Так, и в этих условиях приходится что-то искать. В этих условиях приходится что-то искать. Ну, кроме того, что мы все пошли в социальные сети, и это правильно, что мы там нашли свое ядро мамочек, с которыми мы работаем. Вы же понимаете, что там тоже... Ну, то есть, мы работаем не со всеми мамами, а среди мам есть такие своеобразные пикейные жилеты, которые воздействуют на остальных. Лидер мнений. Да, да, такое бутылочное горлышко, это активистки, которые не только сами покупают, но они обязательно рассказывают остальным. У которых там тысячи читателей в Твиттере или в живом журнале. Да, да, да. Мы с ними дружим, они очень для вас, для нас нужны. Вот мы говорили про постоянный поток, он там еще более, он там просто в кубе необходим. У нас, например, очень такая востребованная группа ВКонтакте, очень милая, я сама ее люблю, я сама ее подписчик, потому что она не заливает головы родителей какими-то рассказами о наших товарах, а публикует позитивные картинки о детстве. Их очень приятно рассматривать. И у нас там, ну, скажем, человек ушел в отпуск, немножко сократилась активность, мы сразу получили много информации, и они говорят, ну, где же, где же, наш любимый мир, наш сказочный мир детства. То есть туда это серьезная, очень ответственная, очень тяжелая работа, каждый день туда находить веселые картинки. Вот. Кроме этого, нужно понимать, что мы вот в этом маленьком своем мире не можем быть законсервированными, как, не знаю, там, скумбрия в консервной банке. Нам все время надо искать выходы в деловое сообщество, чтобы находить новых клиентов, чтобы вообще просто саму философию поддержки детства везде пропагандировать. Да, все, все, все. Деловое сообщество, ну, тут есть одно прямое, это ритейлеры. Здесь, по-моему, отношения, ну, они очень такие прозрачные, там, да, вы должны к ним прийти и доказать, что ваш товар достаточно маржинален, что он принесет им прибыль с полкин, поддержана реклама для конечного потребителя. А упоминаемость, а известность, а лояльность, то есть наши ритейлеры, они тоже смотрят те же самые исследования, что смотрим мы. И если мы не на первой строчке упоминаемости, то должны хотя бы быть на третьей. Ну, тут связь прямая. А есть ли какие-то другие деловые аудитории, на которые можно каким-то образом и нужно влиять? Да, конечно. Там может быть правительство, которое должно принимать какие-то законы, там, и вам надо идти лоббировать, ну, всей отраслью, да, или там еще что-то специфическое. Понимаете, вот подход купить, перепродать и убежать большим компаниям, которые имеют длительный такой большой горизонт планирования, он не подходит. Конечно. Поэтому у нас нет цели просто продать. У нас есть цель надолго остаться на этом рынке, и поэтому философия гораздо шире, чем просто там произвести, выпустить, продать, еще раз произвести на полученные деньги. Наша философия вообще в целом поддерживать семью с детьми. Хорошая философия, да. И делать так, чтобы этих семей с детьми становилось больше, детей становилось больше, чтобы они были счастливы. Поэтому у нас и цели шире. И пиар у нас не на поддержку продаж, а скорее на поддержку вот этой философии. Поэтому у нас и мероприятия, это не только там детские праздники, в которых мы там специализируемся в семейном центре Ого-город и которые все знают. У нас мероприятия есть, ну, не знаю, вы, наверное, даже не ожидаете, что мы их проводим у себя на территории или участвуем где-то. Ну, например, пример. Ну, пример. Например, мы проводили круглый стол коммуникационной безопасности ребенка на днях пиар в Москве. Например, мы проводили у себя на территории Ого-города банковский клуб, куда приглашали представителей банков, потому что мы считаем... Мы можем, понимаете, самыми интересными сейчас становятся кабрендинговые проекты. Мы, например, там с Лего работаем вместе. Ну, тут понятно. С банками мы, например, книгу выпустили про генерала, про одного военного с банком Барклайс. То есть это вот очень любопытные вещи. А, ну он просто как бы спонсором уступает, да, видимо? Нет, дело не совсем даже в этом. Они тоже ориентируются на семейную аудиторию. То есть, если мама зашла... Вот я вам ссылалась уже на исследование о том, как дети влияют на покупки взрослых. Так выяснилось, что мама охотнее идет в точку, где проводятся какие-то акции для детей, чем в ближайшую к ней другую. Если мама с ребенком идет, и у нее вдоль, вот у нас тут на полянке идешь, и там вот один банк, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, и все прям вот по одной улице. Если она будет знать, что там есть так называемые семейные продукты, то есть карточка для семьи своеобразным образом оформленная, не просто, что это где-то, не знаю, там таблица с процентами висит. Если она будет знать, что там есть детский уголок с игрушками, где ребенка можно оставить с воспитателем, даже иногда так уже на Западе делают. Если она будет знать, что при покупке семейной карты ей подарят игрушку для ее малыша. А вот тогда вот роль этих клубов, вы что там, доводите какие-то идеи там или что? Вот как вы взаимодействуете с этими, с банкирами или там с кем-то еще? И как это возвращается? Абсолютно прагматичные цели, конечно. То есть банкирам мы рассказывали, мы предложили свои консультации как экспертов для того, чтобы правильно визуализировать семейные продукты. Это все-таки не их специализация. Но семейные продукты – финансовые семейные продукты. Финансовые. Финансовые. Прикольно. Мы вот недавно, предположим, проводили HR-митинг по теме «семья и бизнес». Туда вообще есть очень разные. Так, так, сейчас про HR-митинг поговорим, про банкиров. Но смотрите, прямой связи здесь все-таки нет. Если вы им помогаете оформить банковский продукт дружелюбно по отношению к ребенку, ну там как-то дизайном, чем-то еще, подачей, то при этом они же не являются вашими покупателями прямыми. То есть ничего такого у вас прямого, прямых продаж никаких не будет, да? Ну почему? А если, например, они купят лицензию на наших героях? Я вам говорила, что у нас есть… Хитрый ход. Ну, а почему нет? Так, все, понял. А про HR-митинг, что это такое? Ну, таких мероприятий, выходящих за рамки детской отрасли, мы проводим довольно много. Цель у них благая, правильная, она для нас очень органична. Это всемирная поддержка семьи. Нам интересно, чтобы это вообще стало модой. То есть у нас сейчас направление family-friendly business – это, ну не знаю, наша религия. Бизнес дружелюбный к семье, да. Да, наша корпоративная религия, если хотите. То есть вообще-то в России бизнес к семье недружелюбен. Вот отнюдь. То есть если посмотреть, то именно в России нарушаются писанные и неписанные нормы о продолжительности рабочего дня. Ну, это же нормально для России, да, задержаться вечером. У нас был наш хороший… Мама привела на работу ребенка, и совершенно он не нужен некуда его деть, так сказать, и будут на него смотреть косо. Ты здесь работать должна, ты что вообще пришла с ребенком? А если он, не дай бог, заболел, как обрадуются коллеги, что ее там какое-то время нет на работе. Или если она попросит сокращенный рабочий день. То есть это все не в традициях России. И вы общаетесь с HR-менеджерами, да, по этим темам? Мы объявили некую поисковую операцию. Мы в России разыскиваем компании, которые имеют в социальных пакетах… Похожие цели, да? Да. Развитие дружелюбного отношения к семье. Совершенно верно. Причем в этом заложены абсолютно здоровые бизнес-начала. Дело в том, что конкуренция возрастает. И вот я просто убеждена, что рано или поздно работодатели придут к ситуации, когда они обнаружат, что им выгоднее поддерживать своих сотрудников, чтобы те от них не уходили. Да, да. И не зарплатами перекупать особо ценных. Ну, там, понятно, на среднем уровне еще как-то, а особо ценные, и все дороже. Потом, опять же, мы ожидаем очередную демографическую яму там, да. И, в общем, конечно, конкуренция за талантливых, по-настоящему ценных работников будет возрастать. И перекупать просто деньгами уже невозможно. Ну, и создавать семейные отношения. Представьте себе, что вы работаете в компании, где есть комната, где можно оставить ребенка играть с воспитателем. Наталья, понятно. Да. Понятно. Просто время нашей программы неумолимо подходит к концу. Я вам еще много его не рассказала. Да, придется нам с тобой обязательно встретиться как-нибудь еще раз. Вот. Ну, а сейчас, ну, вот все. Все, что смогли рассказать, рассказали. Надеюсь, что было очень интересно. Осталось только нашим телезрителям. И осталось только пожелать. Вот. Ну, видимо, совершенно закономерно я пожелаю, чтобы ваши компании разделяли ваши... Это вам пожелание. Да, дорогие телезрители, чтобы ваши компании разделяли ваши семейные ценности. Потому что нет ничего важнее на свете, чем любовь, чем семья, чем дети. Спасибо. Дорогие друзья, в гостях у нас была Наталья Орлова, директор по информационной политике и коммуникациям группы компании «Мир детства». Вели передачу Василий Богданов и Алена Арзамасова. До свидания. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok